Сегодня полное техническое обслуживание велосипеда с необычным названием Centurion. Женский велосипед с заниженной рамой, прикольный, легкий. Возникла проблема. Велосипед катался три года, ни разу не обслуживался, но его мыли. Со слов хозяина, клиента, мыли его просто из шланга. Однако, очень много грязи, то есть катались в плохую погоду. Из-за этого сгнили подшипники в каретке. Сейчас мы их будем менять. Но первоначально нам придется вот это вот все отмыть, почистить. Внутри каретка, кстати, неплохая, только снаружи были чашки ржавые. Очень много смазки было на цепи, перо все грязное, тоже надо помыть. И задний переключатель в таком состоянии тоже придется его полностью разбирать и отмывать. Непонятно почему люфтит петух, возможно он не родной, но на работоспособность это влиять не будет, потому что он зажмется осью. Тормоза грязные, но при этом работают. Соответственно, чтобы сэкономить денег клиенту, тормоза трогать мы не будем. Меняем только каретку, все отмываем. И дальше расскажу, что было сделано. Итак, оцениваем состояние после снятия переключателя. Вот это вот все необходимо отмыть, потому что тросик в нижней направляющей ходит очень плохо. Практически не ходит. После снятия рубашки на тросике обнаружена ржавчина. Соответственно, тросик будет закисать. Вот она. Его придется тоже поменять. То есть мы меняем оба тросика, оба рубашки на передние переключатели. Так вот выглядит задний дропаут. Очень много масла. Все это надо отмыть, иначе вся эта грязь попадет сразу же на новую цепь, на новую кассету. Мойка это основное в ремонте. Для замены тросика переключателя необходимо снять верхнюю крышку. Внутри у нас имеется небольшое количество пыли и песка. Разбирать и мыть ручку мы не будем, потому что это очень долго и небюджетно. Просто почистим сначала щеточкой, а потом продуем компрессором, чтобы выдать отсюда всю грязь. И вот так монетка выглядит после того, как мы все почистили. Все четенько щелкает. Итак, большую часть работы механика велосипедного мастера составляет чистка и мойка. То есть это 90% времени, грубо говоря, занимает. Отмыт калеточный узел. Прочищенная резьба. Снял я снизу направляйку, которая была в жуткой грязи. Отмыл перо, отмыл крепление дропаута. Все протер, чтобы не было лишнего песка, пыли и грязи. Когда я буду ставить все новое или чистое. Теперь переходим. Вот у нас столько грязи было только на коряточном узле. Переходим к переключателю. Грязища очень много, очень много смазки. Не смазывайте цепь так жирно. Когда смазываете, вытирайте всегда. Вот эта вот нижняя подводочка под тросики. И передний жуткий переключатель. Как это все моется? Обезжириватель. Практически не пахнет, очень быстро испаряется. Очень классная штука. Зубная щетка. И вот куча грязных тряпок. Так вот происходит второй этап мойки. После того, как в коробку я встряхнул всю пыль и грязь. Беру лоток, наливаю сюда вот этот обезжириватель. Очень вонючая фигня. Можно прошутить про коронавирус, что мы не чувствуем запахи. На самом деле в квартире или в магазине так не помоешь. Потому что вот эта очень вонючая фигня, обезжириватель. На мойку одного велосипеда вот баночка уходит. То есть 100 рублей только на расходник. Соответственно, за мойку вот этой системы заднего и переднего переключателя я возьму по 100 рублей за каждую позицию. Потому что тут все приходится очень долго и тщательно отмывать. Такой вонючей жижи. Вот. И, соответственно, первый этап. То есть сначала все это помыли. Сейчас это все высохнет. Масло мы уже растворили. Вот это вот черное масло. Оно сейчас вытекает. После того, как все это подсохнет, можно будет промыть в обычной проточной воде. И смыть уже тот песок, который получится смыть. В принципе, где-то процентов 95 грязи мы таким образом вымываем. И дальше уже либо ультразвук, либо можно пользоваться. Потому что такой переключатель еще 2-3 года поработает после такой чистки. Все отмыто. Процесс сборки. Чистый петух. Чистые перья. Система. Максимально отмытый. Переключатель. Он работает отлично. Еще сейчас по капельке смазочки добавлю. Будет вообще все замечательно. До этого он вообще залипал. Вот эта вот штучка направляющая. Тоже ее снимал, почистил, все отмыл. Сейчас буду тросики, рубашки надевать. КОНЕЦ